Изучали миграционные процессы в Чувашии, разбирались в вопросах аромомаркетинга, составляли бизнес-план с нуля. И все это ради науки. Студенты со всей республики приняли участие в ежегодной научно-практической конференции. В 20-й раз в столице Чувашии прошел фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Студентка Цивильского аграрно-технологического техникума Елена Андреева всерьез увлекается кройкой и шитьем. В специальной конференции изготовила вот этот костюм. Девушка считает, что именно так должна одеваться бизнес-леди. Ярко и со вкусом. И доказывает, что люди, которые красиво одеваются, успешнее выполняют многие задачи и имеют больше шансов построить карьеру. Этому посвятила свою научно-практическую работу. Вообще я хочу открыть свой бизнес и очень к этому стремлюсь. Уже практически на подходе к этому в реализации своего дела. Сейчас я еще обучаюсь вечерним платьям. Ну, пошиваю вечерних платьев и свадебных платьев тоже. Особенностям рекламных материалов, которые размещаются в печатных СМИ, посвятила свою работу будущий журналист Елена Державина. Особенность рекламных материалов в печати Чувашской республики, она отличается тем, что не исследована. До сих пор нет никаких статистических данных по этой теме. Никто не занимается тем, чтобы собрать данные о ценах на рекламу в различных изданиях. Я взяла четыре типичные газеты и, например, обнаружила, что в такой газете, как «Пенсионер Чуваш» публикуется рекламное объявление до нескольких такого шокирующего характера. Предлагают пенсионерам покупать гранитные памятники со скидкой без очереди. Всего в этом году на юбилейной конференции были представлены более 500 работ по 11 направлениям – физика, математика, химия, биология, медицина, науки о земле и другие. Свои разработки защищали не только студенты из Чувашии, но и Кировской области. По итогам конференции первое место присудили Чебоксарскому техникуму технологии питания и коммерции, а также Чувашскому государственному университету имени Ульянова. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.